ВВП Китая Это 8,28 трлн долларов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные статистической службы КНР. Рост китайской экономики оказался минимальным за последние 13 лет. Для сравнения, в 2010 году экономика КНР выросла на 10,4%, в 2011 году на 9,3%. 18 января были обнародованы также и другие статистические данные. В частности, в декабре розничные продажи в месячном исчислении выросли на 15,2%, промпроизводство увеличилось на 10,3%, экспорт прибавил 14,1%. К 2030 году Китай должен стать лидером ПВВП в мире. Такой прогноз в минувшем декабре представила американская правительственная организация «Национальный разведывающий совет». В своем докладе «Глобальные тенденции 2030. Альтернативные сценарии будущего» организация сообщает, что к 2030 году влияние азиатских стран в целом в мире окажется больше, чем влияние Соединенных Штатов Америки и европейских государств вместе взятых. У автовладельцев появилась страховая история. В России заработала автоматизированная система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств АИС-ОСАГО, в которой собрана вся страховая история автовладельцев. Как сообщает Интерфакт, в систему уже загружены сведения о более чем 72 миллионах страховых договоров, заключенных с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012. По официальным данным, за последние два года российские страховые компании заключили около 74 миллионов договоров АСАГО. Страховая история позволит страховщикам отслеживать информацию об аварийности и применять к автовладельцу повышающий коэффициент. Без АИС-ОСАГО прежде автовладелец, ранее участвовавший в авариях, мог получить скидку на безаварийную езду, поскольку страховщик не знал о прежних страховых случаях. Это было актуально, например, при смене страховой компании. В декабре 2012 года правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект поправок закону об АСАГО, предлагающий увеличение выплат за причинение ущерба имуществу до 400 тысяч рублей, а также здоровью и жизни участника ДТП до 500 тысяч рублей. Увеличение выплат приведет к подорожанию полисов АСАГО по меньшей мере на 25%. На сегодня это все, а теперь переходим к основным новостям региона.